для меня на самом деле очень интересно мне очень нравится философия сама фитнес-бикини вот именно таких девчонок которые не перекачаны не сепарированы которые красиво выглядят которые такие вот это знаете такой легкий лайфстайл такой немножко европейский который особенно красивая картинка да это красивые волосы красивые зубы красивая внешность красивое тело позитивность фитнес-бикини это клёво это популяризирует спорт это но это в любом случае делает наш мир красивый потому что чем больше становится популярна эта номинация тем больше девочек приходят в спортзалы и вообще в мире в нашей стране в частности красивых женских тел таких вот каких-то вот такого формата становится больше я уверена что при всех скажем политических или каких-то других нюансах красивые женщины всегда сделают мир лучше значит у нас бифитнес-бикини в целом не зарабатывают ни на чем то есть это спорт вложений куда мужья там и скажем спонсоры там и сами девочки вкладывают деньги я хочу поменять эту тенденцию конкретно на себе раскрывать все технологии конечно же я не буду как это происходит но я хочу сказать что я зарабатываю на этом во первых и второй момент что я сейчас живу лучше чем мы финансовом плане лучше чем до того как я занималась фитнес-бикини именно по материальной отдаче но из того что можно назвать первое ты раскручиваешь свое имя и дальше ты его просто банально продаешь потому что из твоих рук купальник будет стоить дороже чем просто купальник то есть ты просто становишься скажем такой личностью получить что-то от которой гораздо интереснее семинары это очень интересная история на самом деле потому что ее можно сделать довольно денежный можно ездить по стране и плюсом в этих залах где ты проводишь семинары ты привозишь туда спорт вид ты привозишь туда ты проводишь там тренировки ну то есть ты проводишь там позирование это в это все в один день можно засунуть третий момент вот сейчас я хочу все-таки максимально сосредоточиться на некоторой такой медийной историей, журналистской. Если вы хотите зарабатывать в фитнес-бикини, вам в первую очередь как везде нужна голова. В бикини ты сделал красивое тело, вышел, выиграл. Отлично, ты сделал красивое тело, ты вышел и выиграл, но если ты хочешь зарабатывать на этом деньги, тебе без мозга не деться никуда. Никому не нужны красивые куклы, это была немножко другая эпоха и другая индустрия, сейчас мое личное мнение не такое. Всегда нужно понимать, какая твоя цель, если ты идешь в номинацию фитнес-бикини, чтобы построить свое тело и удачно выйти замуж, то это один путь развития, скажем. Если ты идешь в фитнес-бикини, потому что тебе нравится заниматься спортом, улучшать свое тело, тебе хочется, чтобы это оценили, это немножко другая история. У меня вообще был третий подход, я хотела, во-первых, проверить себя, а второй момент, я очень хотела, ну, вот то, что называется медийности. Я не могла придумать, то есть у меня нет слуха музыкального, то есть я не могу петь. Я очень много с кем знакома, я очень дружу с ребятой с Ума Турман, с группой, мы близко общаемся вот с Александром Невзоровым. То есть я много кого знаю, ну, скажем, из раскрученных людей, но у меня нет тех талантов, которые нужны, в которых они мне могут помочь. Фитнес-бикини – это мне близко, потому что это комбинация, да, спорта, там, и вот можно вылезти. То есть я, скажем, ну, не то, что использую, но я в этой номинации благодаря этому. Надо всегда просто реально понимать, что будет дальше. То есть я хочу, журналистика, она может быть до бесконечности, да, там, до 100 лет, ну, то есть до скольки ты им проживешь. Фитнес-бикини, сейчас придумали номинацию, вот Зина Руденко на нее поедет 35, да, и выше, но в России это не так популярно. У нас надо понимать, что красота вот эта именно женского, она недолговечна. Если ты выступаешь, занимаешь призовые места и хочешь, скажем, создать себе, ну, вот эту красивую, гламурную картинку жизни, яхты, мужчины там и всю историю, найти себе мужчину, так ты это, ну, и сделаешь, и найдешь. Вопрос в том, что будет дальше. Потому что эти мужчины, которые ведутся на это, они же, мы все прекрасно знаем, что, ну, скажем, когда тебе станет 35, им захочется того же, а ты уже не можешь этого дать. Это тоже надо понимать. И это опять, ну, моя любимая тема, это про то, что нужно думать головой, на что ты идешь. То есть готов ли ты, скажем, дожить до 35, удачно развестись, поделить пополам и дальше жить совместной жизнью, или ты там не готов, или что, ну, просто не надо жить в иллюзиях, да, потому что они имеют свойство, к сожалению, они рушатся. И, не знаю, мне вот еще нравится бикини тем, что мне нравится этот стиль жизни, он меня не напрягает, мне нравится ходить в зал, я и так это делаю, мне нравится делать кардио, мне нравится периодически устраивать себе экстремальные, да, диеты. То есть этот стиль жизни полностью вписывается в мою личную картинку жизни, поэтому мне здесь органично. Если вы кладете все силы и вообще все, и только то, что вы стать там первой и становитесь в итоге шестой, вот это печально, да. И тут надо уже думать, ну, вот, скажем, насколько равноценно то, что ты получаешь, что тебе дает эта бикини от того, что ты отдаешь, потому что здоровье это летит, конечно, ну, очень сильно. Ну, то есть я, скажем, обобщаю, да, вот этот весь сумбур за здравое понимание, что ты вкладываешь, что ты получишь и готов ли ты на это, то, что ты получишь в итоге, устроит ли тебя этот результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова